Всем большой привет! Сегодня у нас очередной перетест машин и будет импунт руинер на обзоре. Заранее извиняюсь за качество картинки и за возможный шум в микрофоне. Качество картинки это я все еще в поисках того как правильно настроить, подружить свою новую бушную видеокарту из Китая, а по качеству. Ну а шум в микрофоне это возможно из-за того, что вентиляторы у видеокарт оказались изношены и они создают очень большой шум. Меня ребята заверяли из дискорда, что вроде как он не слышал в микрофоне, но если он присутствует, прошу понять и простить. Итак, сегодня у нас импунт руинер. Машина яркая, не только по внешнему виду, но и по своему характеру. Она яркая, горячая, динамичная. Яркая потому, что это одна наверное из самых цветастых машин. Вот один из цветов, который взял на улице. Красивый такой спортивный зеленый. А вон еще стоит одна машинка, не очень хорошо видно, оранжевого цвета, ярко-оранжевого цвета. И то не самая красивая, не самая интересная расцветка. Попадаются они в двух вариантах. Вот сейчас присутствует хардтоп, то есть жесткой крыши, а бывает в варианте кабриолет, когда вот эти вот цилиндрические элементы на крыше, они отсутствуют и получается такой соединяющий балкой кабриолет. Ну что ж, теперь к внешнему виду. Ну, маслкар и маслкар в середине 70-х годов американская автошколная. Не могу сказать, что она мне сильно нравится, но тем не менее передок такой спокойный и а-ля спортивный. Все неплохо выглядит. Длинная база у машины, но она при этом не сказала бы, что уж очень узкая. По ширине она должна быть нормальная. Посмотрим, как так далеко разнесенные колеса скажутся на ее управляемости. Диски, кстати, стоят стоковые. Не могу сказать, что самый красивый дизайн, но тем не менее можно, можно оставить. Они довольно-таки симпатичные. Можно поискать и получше, но, в принципе, сойдут и эти. Двухместная компоновка. Заднее остекление большое. Подголовник практически полностью голову закрывает. Здесь вот есть небольшой сектор прострела с правой стороны. Я думаю, что это не сильно критично и попасть сюда будет проблематично даже для грифера. А бот уж, скорее всего, по даму не попадут. Задняя часть машины, в принципе, тоже спокойная. Никаких негативов не вызывает. И трубы присутствуют выхлопные. Двухстволочки с двух сторон. В принципе, симпатичный зад. Глядя на него в режиме взгляда от третьего лица, у вас никаких проблем возникать с этим не будет. Гназ не мозолит, не раздражает. Люки в данном варианте машины отсутствуют. Поэтому, если вывести ящики на ней, ну, в личный транспорт уничтожен, отобрали уботу, чтобы ящик довести, то преследующие вас вертолеты вряд ли что-то накидают в голову. Спереди могут, потому что лобовое стекло большое. Оно находится под большим углом. Вот видите, при виде сверху водитель практически не защищен. Ну, что пойдет, придется потерпеть. Так, машинка по рыче. Ну, более чем спортивно. Убедительно прозвучало, согласитесь. Салончик. Салон стандартный. У многих машин присутствует. Радует, что руль практически полностью открывает приборы. Небольшой кусочек захватывает, но, тем не менее, спидометр и тахометр видны. Это хорошо. Весна стекноподъемника. Куда ж без них. Машина довольно старая. Тем более, это маслкара. Они такими фишками, как электростекноподъемники и прочие радости. Только по спецзаказу оснащались. Сидение с подголовником. Видите, стройчика присутствует. Она в цвет корпуса. Значит, будет перекрашиваться. Но этот момент мы проверим. Проверим. Ну, и псевдо-задний диван. Но пусть он у вас не вводит в заблуждение. Машинка двухместная. Насколько я помню, руинер не лишен тюнинга. Я предлагаю сейчас с ним ознакомиться. На очереди у нас рассмотрение внешнего тюнинга. И первая позиция у нас будет бампер. Задний, как я понимаю, нельзя поменять. Давайте посмотрим передние. Так, с губа добавляется. И вот здесь появляется еще интеркулер. Ну, пусть будет, хотя не густо. Звушители. Так, овальные, одинарные. Сдвоенные, титановые. Прямотоки титановые. Злобненько, злобненько. И шакотан. Ну, это в японском стиле. Насколько я помню, стиль шакотан. Там вывернутые, максимально заниженные колеса. Заостренная передняя губа, выдвигающаяся вперед далеко у машины. И вот такие вот дурашливые трубы. Бывает гораздо больше. Мне очень не нравится, но наверняка и у этого, такого варианта найдутся последовательные. Почему нет? На их усмотрение. Я машину уродовать внешне не буду. Капот. Карбончик с ноздрями. Ну, вот такой мне, по-моему, кажется, более аантетичный вид. Не очень привычно машина с ним выглядит. Но, насколько я знаю, оригинальная машина из реального мира. Она вот такие воздуховые заборники использовала. Так. Капот и протектор фар. Хм. Карбон без протектора фар. Карбон с протектором фар. Ну, ладно, пусть будет. Так. Раскрасочки. Интересно. Давай. Белая полоска. Черная. Красная. Двойная белая. Ну, да, да, да. То же самое. Белая черная. Красная. Ну, как оригинальная. Черная двухтоновая. Ну, черная покрывает верхнюю часть машины. Но, с учетом того, что пермамутер еще присутствует, смотрится интересно. Наденько. Так. Что у нас? Окраска. Основной дополнительный цвет. Ага. Двухсветовая схема. Наденько. Погнали. Посмотрим, что поменяется. Видите? Еще надпись руинер поступает. Интересно. Верхняя часть машины полностью перекрашивается. Прошу прощения. Так. Внутри. На руле, кстати, строчка присутствует. Она не очень хорошо видна. Но она есть. Сидение тоже перекрашивается. За все это отвечает основной цвет. Дополнительный цвет. Ну, ожидаем. Перекрашивается нижняя часть машины. Да. Двухсветовая схема будет реализована с надписью. Неплохо. Неплохо. Сам он уже ничего не перекрашивается. Проблема. Банда на капоте. Довольно-таки большая. Не пропустишь ни с кем не спутаешь. Спойлером. Средний. Поднятый. Дрэк. Иксвинг. Угу. Ладненько. Неплохо. Колеса. Ну, давайте колесики посмотрим. Все, что нам остается еще. Так. Это у нас muscle car. Поэтому будем сравнивать с muscle car. Итак. Это у нас стоковые колеса. А если мы ставим кастомные, то они, кстати, диаметром сами по себе меньше. Диаметр диска не сильно меняется. А вот размер колес ощутимо меняется. Видите? Может быть, кому-то это будет важно. Ну, мне как-то на стандартных колесиках она больше нравится. Уж не судите меня строго. Ну, и проверим, будут ли тонироваться фары при тонировке стекол. Передние не тонируются. Задние тонируются. Ладненько. Ну, что ж. Я не могу сказать, что тюнинга очень много. Но, тем не менее, он присутствует. И вот из-за такой обычной машинки, конечно, явно спортивной, можно сделать прям настоящий muscle car. Масл кар для уличных гонок. Почему бы и нет, это круто. Ну, что ж. С машиной познакомились, тюнинг рассмотрели. Я считаю, что самое время приступать к тестам. Удаляйсь! Продолжение следует... 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 и машина полностью под контролем. Скорость только довольно печальная на таком покрытии. Ну, что я могу сказать, джентльмены и леди, если вы, конечно, смотрите леди эту рубрику на моем канале. Мне все понравилось. Никаких проблем. Моглочек не сильно подбрасывает. Машина не теряет управления. Задний мост не заносит. Тормозов достаточно. Что вам еще надо? Ну, скорость далеко не топована. Так извините, это и не дроугур. Для того, чтобы сумасшедшей скоростью здесь носиться. Для маслкара на такой дороге руинер показал себя очень даже неплохо. Ну, что ж, давайте перейдем к выводам. Итак, вот и он. Долгожданный момент выводов. Кто-то ждал именно сводной информации по машине. Кто-то надеял, что я, наконец, закончу свою гнусавую говорильню. Но, тем не менее, вот и он. Этот долгожданный момент. Imponto руинер. Что можно сказать про эту машину? Про машину можно сказать, что мне она нравится. Машина очень такая спокойная. У нее, ну, не сказать, что игривый, но заряженный такой характер. И что самое интересное, вот эти машины, большинство из них, которые тоже представлены в игре, середина 70-х годов из Америки, маслкары, они считаются наиболее снабами среди своих, своего класса, маслкары, потому что дефорсирование двигателя произошло. Эта эпоха в истории автопрома Америки называется больная эпоха. Эти машины не любят, многие из них были неудачные и интересны больше, наверное, для коллекционеров, чем для реальных водителей, гонщиков. Но, но в игре я не могу сказать, что пониженная мощность это плохо. Если вы хотите топовую машину, то это будет далеко не импонторуинер. Есть за оверпрайс и другие маслкары, заряженные, мощные, которые позволят вам нагибать в гонках. А руинер это не про то. Руинер это про внешний вид и комфорт. Это тот самый автомобиль, который с внешним видом маслкара дает вам комфорт вождения седана. И это не скажу, что и плохо. Он полностью контролируется, у него присутствует тюнинг, и к тому же в трафике можно найти машины с интересным внешним видом. Ну и раскраской в том числе. Бывают совершенно безумные раскраски у них. И если вы устали от игры, можно позволить себе просто поохотиться на руинеры с интересными раскрасками, с интересными мирами. К сожалению, именно эта машина, ну и та оранжевая, которая находится у меня в гараже, в моей личной коллекции не останется, потому что мне ввиду того, что я делаю тесты автомобилей, приходится иметь довольно основательный автопарк. Не только покупных машин, но и машин из трафика. И уместить все в коллекцию не получится. Но, тем не менее, я многоженательно отношусь к руинеру. И всячески вам его рекомендую как машину из трафика, а не как покупку для того, чтобы нагибать в гонку. Я уже говорил, что для этого существуют машины за оверпрайс, которые продаются на сайтах. А руинер это так для души. Что ж, надеюсь на возможный ваш вопрос, ответил. Про шакальное качество картинки, пожалуйста, не надо раздраженно писать в комментариях. Я понимаю, мне тоже это не сильно нравится, но у меня есть два камня преткновения. Это не игровой, хоть и новый, монитор с большим временем отклика. И убитая в майнинге, недавно приобретенная видеокарта на 8 гигабайт. К тому же я использую встроенный игровой оверней от Radeon. А он, уж поверьте мне, он заметно уступает в качестве передачи картинки тому же самому инструменту от Nvidia, которым я пользовался раньше, буквально полмесяца назад. И будьте уверены, что если у меня будет возможность пересесть на бэушную 8 гигабайтную карту от Nvidia, я так и поступлю. Но сейчас у меня такой возможности нет. В принципе, если захотите поддержать канал и помочь рублем, я не возражаю. Ссылочка в описании. Ну а на этом мы закончили. Желаю вам всего наилучшего. И уверяю вас, мы увидимся в новых видео и уж точно на новых стримах. Всем удачи. Всем пока, народ.